Глава 8. Подзаголовок 4. Алия. Надежда Израиля. Более всего экономическая ситуация в Израиле влияет на масштабы еврейской репатриации из стран диаспоры. Именно репатриация является важнейшим фактором благоприятных демографических перемен в нашей стране. Алия всегда была ключом к успеху сионистского начинания. В течение многих десятилетий ее влияние было сильнее, чем совокупное воздействие всех остальных демографических факторов, определяющих соотношение между численностью еврейского и арабского населения в Эрецисраиль. Даже в те дни, когда шансы на успех сионистского начинания казались мизерными и в высшей степени сомнительными, мечта о массовом возвращении евреев в Сион была источником силы и надежды для первопроходцев. Алия превратила пустынную и засушливую землю, редкое арабское население которой в десять раз превосходила численность крошечной еврейской общины, в современное государство Израиль, где евреи составляют значительное большинство, даже с учетом арабского населения территорий, занятых в 1967 году. Алия и сегодня сулит Израилю главные надежды на стабильное и благополучное будущее. Только в странах СНГ проживает 2,3 миллиона евреев, больше, чем общее число арабов, живущих к западу от Иордана. Статистические оценки еврейского населения в Советском Союзе были существенно занижены, поскольку в течение многих лет советские евреи без особого восторга декларировали свое еврейство. Не исключено, что действительная численность еврейского населения в странах СНГ выше указанных цифр. Сегодня уже вызывает сомнение, что почти все евреи России, Украины и других бывших советских республик репатриируются в Израиль, если политико-экономическая ситуация в странах их проживания не изменится к лучшему, и если Израиль сумеет обеспечить пребывающим репатриантам нормальные условия занятости. До настоящего времени более миллиона советских евреев обратились к Израилю с просьбой о разрешении на репатриацию. Их примеру могут последовать многие другие. Мало что может удержать евреев в СНГ. Шансы на процветание России в ближайшем будущем весьма невелики, поскольку коммунизм лишил советские республики капитала и оставил их без каких-либо навыков в области предпринимательства, необходимых для ориентации в современной экономике и для руководства ею. В свете наблюдаемого в большинстве регионов СНГ экономического кризиса и обусловленной им эпидемии антисемитизма, приходится признать, что мощному потоку еврейской репатриации из СНГ препятствует сегодня только один фактор – ограниченный абсорбционный потенциал израильской экономики. Таким образом, речь снова идет о факторе, подверженном в значительной мере целенаправленному воздействию израильского правительства. Массовая репатриация евреев из бывшего Советского Союза, начавшаяся на исходе 80-х годов, не должна стать последней в летописи сионизма. Во Франции еврейское население насчитывает сегодня почти миллион человек. Около 100 тысяч евреев проживают в Южной Африке, 300 тысяч – в Аргентине. При этом во Франции в последние годы наблюдается вспышка антисемитизма, порожденная шовинистической пропагандой ультраправых. А будущее еврейской общины в ЮАР находится в зависимости от драматических социальных перемен, переживаемых этой страной. Социально-политическая динамика в указанных государствах вкупе с улучшением экономического положения в Израиле может привести к дополнительным всплескам массовой алии. То же самое относится к десяткам иных стран диаспоры и, среди прочих, к Соединенным Штатам и Канаде, где имеется колоссальный еврейский демографический потенциал, использовать который Израилю пока не удалось. История сионизма – это история еврейской репатриации в Эрец-Исраэль, и именно этот фактор определит демографическое будущее государства Израиля. Если бы израильское руководство равнодушно приняло рекомендации пессимистов, заявлявших совсем недавно, что время массовой алии безвозвратно ушло, и разглагольствующих сегодня о наступившей постсианистской эре, еврейское государство оказалось бы на пути к историческому краху. Гарантией будущего Израиля и решением его демографических проблем является продолжение еврейской репатриации, призванной восполнить нашему народу чудовищные потери, понесенные в результате нацистского геноцида. Те еврейские массы, на которые рассчитывали отцы-основатели сионизма, были уничтожены нацистами в Европе, и лишь долгие годы постепенного собирания рассеянных смогут хотя бы частично компенсировать нам эту немыслимую потерю. Таким образом, борьба за продолжение алии – это борьба за обеспечение будущего Израиля.